мы снова приехали разбирать новый контейнер вот этот контейнер тоже наш мы его уже разобрали и с этим контейнером история отдельная этот контейнер можно сказать ну код в мешке на сайте не было фотографии ни одной то есть они выставили этот юнит с описанием что внутри мебель старые вещи личные вещи и коробки все и ни одной фотки из-за него очень вяло торговались видимо кто-то тоже из интереса мы это взяли просто на спортивном интересе чтобы было хорошее название увидела что купили не глядя ну или что не такое но в общем за 130 долларов мы купили этот контейнер 130 долларов мы не видели ни единой фотографии он большой 10 на 15 по моему и давайте заглянем что же там пан или пропал фиаско или бинго ни одной фотки друзья не было на сайте выставлено кроме шуток друзья вот пожалуйста нету никаких фотографий 130 долларов наша финальная ставочка сыграла и вот мы на месте часы 1 часы 2 напольные стоят здесь такой вот металлический светильник старшер здесь какая-то маленькая фея или эльф кто это связка ключей о какая лампа какая смотрите как смотрите какая ла я говорю у меня от кувшина эхо идет надо кувшину брать вот сюда золотоискатель сидит значит с корытом у реки фляжка валяется кирка мул стоит нагруженный все дела вот сюда надо абажур он тот абажур от тифани как подойдет сюда с отрыва какая будет красота вот так вот выглядит теперь с этим абажуром это лампа выставили ее за 300 долларов потому что в проданных такие есть по 300 по 400 но по 200 и по 100 в том числе ну в общем пока ничего пока тишина поэтому посмотрим за сколько продадим на флаг вот такой вот орел горды птиц но и вот они подобные штучки продаются по 20 98 давайте оценивать 15 долларов лампа ухты тяжелая внутри в эту скрипичный ключ она тяжеленная это не это уже не латунь походу оху не номер номер есть дату тут что-то название будем проверять очень тяжело тяжеленько это не грабли по моему или грабли листья собирать наверное да такая штука mb young такая уже побольше уже нормально можно загребать куклы за 70 год 70 год пиз мир о папай о смотри еще папай это что-то коллекционная маленькая перчатка бейсбольная совсем такая для младенца только родился уже бог уже погнал в бейсбол натуральная кожей и ручной работы сделано класс какая-то мертвая дырявая игрушка старая резиновая ужас так здесь у нас супермен из телефона должен был вылетать но нету тяжеленький папай слушай 93 93 года вот игрушка тоже здесь написано 92 год с такой сберочкой на медведя одежка номер очки франция флоренция уникум и вся и флоренция все такие стулья флоренские стулья что ли все у меня не понимаешь это лавка что ли антиквара закрылась нет это полки такие бумажные ну ка ну ка кукла ухты до которой разговариваю куклы эти стоит недешево вот кто-то просит 200 долларов 250 даже 400 даже 500 долларов но все они как вы можете видеть просто в отличном состоянии одеты и обуты и все как положено наше объявление вот она наш бомжик сверху 999 начальная ставочка и никто пока не дал ставку я уже обновил по второму кругу этот аукцион не интересен мне пришел на него офер только всего лишь в 2 доллара от которого я отказался не знаю буду ждать хотя бы 999 но общем оценивать пока не будем мне хочется так туда попробуй залезть посмотри сколько мебели мама не горюй о швейцария швеция музыкальная ничего себе еще и работает еще и танцует выставили на аукцион 50 долларов начальная ставочка одну ставочку получили за 50 долларов барышня танцующая канкан продано обалдеть я даже не знаю за что браться слушаю ну габарита мы хапнули на свою голову куда это все девать не понимаю кресло качалки начали падать здорово да явно для кукол а чё здесь журналы какие-то хиппи всякие забастовки их не вьетнам неплохо еще журнальчики life восемьдесят шестой лайф лайф это это специальное издание восемьдесят шестой год проверим легкая но запечатана коллекционные старые мишки и они здесь вот как садрина скамеечки садятся медвежат это полная вот это уже код черный и там еще не тут медвежонок 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 это у нас малайзия написано и внутри медведь и стул для медведя я не знаю не знаю насколько дорого недорого дорого богата это будет все но изучим потому что попадаются бывают среди них вы бывают дорогие экземпляры может быть это не наш случай но верить надо здесь у нас коробка и это что винтажные настольные игры все твикст wall street да эта игра wall street старая винтажная ого себе это напоминает все как будто как это не знаю лавка антиквариата закрылась такая небольшая часть я держи о смотри как пластинка упакована вот так вот у нас снова винил до 69 год глент кэмпелл так а здесь у нас под флоренскими стульями какие-то коробочки посмотрим а это такая анимация идет на дому как вы такие эти светильники и начинают эти елочные игрушки по дому у тебя в темноте короче крисмас крисмас освещение здесь что ким лайтинг ого ого медный фонарь их тут два получается 2 и вот кто-то за такой фонарь просит 99 долларов но вот в таком состоянии и наш новенький мы выставили их по 150 уже два наблюдателя я думаю долларов по 100 за штуку продадим мама дорогая ну и куколка гонконг страшилище ешки посиди чуть-чуть отдохни здесь у нас тоже такие папайчики да да старенькие папайчики лишь коробочках но это все явно года те еще как говорится смотри 1929 написано что это год выпуска игрушка 1929 года но похоже на то китай китай не может быть их жаль стульев много так все у нас здесь кораблик башмак о старенький такой смотри пусть пока тут постоит так здесь у нас шестьдесят девятый год мисс америка 11 с половиной долларов кто-то купил фотографию мисс америка за пятьдесят шестой год но если кто-то купил за 1150 или продавал за 1150 то может и мы сможем что за коробочка старая коробочка деревянная внутри ничего но мы будем очень аккуратны может быть коробочка чего-то стоит так слушай ну тут надо прям всерьез разгребать все смотри какая картина маслом по фанере получается что-то такое опа и вот я наверху да смотрю на здесь картина как окольная есть а тут какая-то о тяжеленькая это подсвечник это канделябр такой индия скорее всего следовательно это латунь и вот такое вот какое-то стекло они бывают такие подсвечники дорогие целуются такая инсталляция ого это стенд вниз уходит я подумал эта картина она туда он уходит туда в пол что там там ковры по моему ковры стулья вижу что-то такое смотрите какие часики интересные вот эти вот вот эти вот получше походу они вон с боем со всеми делами а это похоже у них сзади на батарейках просто стоит механизм ну такая ерунда дешевая сам корпус я думаю мы долларов за 30 точно продадим может быть чуть дороже но вон те могут быть интересными тогда смотри что-то отмечали на карте они этими своими иголочками знаем мы одного товарища до которым который отвечает отмечает на карте откуда у него где с какого места есть подписчики вот на такой карте это было бы делать наверно прикольно вот так посмотри карта америке но в ней дырка ну короче не знаю что с этим делать реально вот смотри куда уходит этот кока-кольный плакат не плакат как назвать это афиша вот так вот ну смотри целенький глазаш кока-колы захотел уже наш кока-колы захотелось держи забираем ковры ну так вот если взять на вскидку такой прям до настоящий шерстяной надо ультрафиолетом проверить скорее всего он старенький до мебели ковров и прочего добра здесь конечно очень много складные стулья я вижу но я сейчас как это это сейчас надо вытаскивать нам для этого нужен крупногабаритный транспорт нам придется юхол завтра возвращаться с юхолом и уже отсюда все вытаскивать может быть что-то еще по пути найдем вот смотри какой старинный столик возле которого ты стоишь так ладно задавай заберем тогда мелочь вот эту всю приятную уже может быть там что-то выставим на ebay а вернемся сюда завтра на большой машине начнем отсюда все забирать а может быть и сына загрузим пусть он помогает давайте друзья не отключаемся завтра час ну сейчас сейчас короче коротенько покажем что тут быстро вытащим пробежимся может быть по коврам ну за 130 долларов я думаю неплохо конечно геморроя много два матраса портят картину но матрасы односпальные это уже хорошо не такие большие часы вот эти часики темпус фюджит вот это хорошие часы смотри у них и гири есть бой у них все все присутствует да то есть они могут долларов триста четыреста спокойно стоить опа слез и даже не убился ни разу маленькую тележечку нагрузили забираем поехали поехали перемещаемся в завтра день 2 мы на месте уже немножечко поизучали некоторые вопросики мебелишка это под медведей специально предназначено каких-то денег стоит куклы муклы новые я думаю в процессе все это уже видели я буду вставлять это в видосик вот но в принципе теперь надо вот разобраться все отсюда вытащить будем разбираться еще с коврами посмотрим что тут за мебель можно ли ее продать или мы ее всю на донейшин отправим в общем сейчас будет вся самая суть погнали так ну вот комод винтажный такой вот по моему ключи которые связка лежали возможно подходят сюда не знаю можно продать его нет никакого имени на нем нету но вещь старая такая добротная попробуем выставим на аферап и и долларов за 50 заберут не заберут в донейшин такой вот коврище в натуральную величину вроде бы натуральный но нету никаких бирок на нем сзади но ковры бывают реально очень дорогими от слова совсем дорогими я не знаю тот это случай не тот но возможно своих 50 долларов он стоит выставим там посмотрим какой вот столик старенький старенький весьма очень смотрите у него железные набивки на ножках у него закручено здесь на болты не крестовина то есть это еще старый такой образец и есть бирка металлическая с именем компании производителем поэтому сейчас посмотрим сколько это дело может стоить но в продаже это мебель китингер она такая довольно таки не дешевая вот подобные столики стоят по полторы тысячи по тысячи и так далее то есть я не знаю мы точно такой столик не нашли давайте оценим его долларов в 300 там посмотрим еще один модемчик под диваном валялся это уже сразу 70 долларов автоматом диван вытащил диван старый очень на нем есть этикетка ноги такие виде лап вот этике . здесь у нас интернет не ловит вообще в подвале проверить сейчас прям возможности нету но как только выберемся посмотрим что он стоит так ну что касается вот этих вот часиков которые я быстренько окрестил так сказать дешевыми у них вот есть сзади эмблема какая-то такие у них закрывашки интересные вот так вот да на батарейках механизм внутри отодвигается закрывается может быть может быть и дороже 30 50 долларов получится такие продать но у них единственного стрелочки болтаются то есть сам циферблат плачевном состоянии в любом случае это продавать только как корпус так ну это у нас корнул часы эти вот у нас с боем гирки на месте все имеются вот они звучат смотрите-ка интересно они заводится ключа не вижу что здесь здесь у нас chicago иллинойс но какой-то такой металлической нашивочки эмблемочки нету нам все что осталось это все таскать грузить вот вам все что осталось досмотреть ролик до конца и узнать кто победит в нашем розыгрыше погнали обычно закончили обзор добрались до шкафа открываем а здесь картины стоят старенькие при старенькие какие-то вот вышивка какая-то винтаж антик тебе это я не знаю зачем надо было фотографировать здесь у нас какая-то карточка мальчик с яблоком называется это постер или карточка не знаю надо будет аккуратненько достать посмотреть что с тыльной стороны здесь у нас мэрлин монро 40 долларов стоило очень редкая типа карточка так как карточка какая-то да смотрите и сертификат какой-то да к ней идет неплохо 40 долларов но такие вот две винтажные античные таблички карточки не картинки 22 доллара за штуку на них ценник стоит куб шинчик еще даже не повесили и никогда никуда ни разу ну такой без подписи на не на фонаре как он короче на картоне нарисована вот у нас что-то на холсте с такой подписью вот здесь я вижу еще такая же подпись на вот этом изображении это снова у нас на картоне да а нет подожди так я тоже канвас но без подписи на к симпатичные цветочки такие у нас что-то подошло очень старые это тоже канвас но настолько старый вот такие старые покупают просто ради самого полотна такие штуки видео до крепежи такие интересные очень эту картинку мы явно продадим на аукционе в районе не знаю 50 долларов скорее всего может быть больше ну вот так теперь проверим ящики все в ящиках ничего нету на этом с чистой совестью все погнали к розыгрышу и так разыграем мы очередной сюрприз бокс из америки что в нем никто не знает там может быть хоть автомобильный номер хоть любые другие причиндалы и не знаю сувениры и так далее и любомир борн у нас становится претендентом рыбалка больше юнитов и больше больше заработать заработки она любомир борн смотрим твои подписочки смотрим каналы каналы вижу открыты все шансы что это наш победитель верно продам гараж имеется поэтому любомир борн пожалуйста выходи на связь мы с тобой обсудим каким образом ты именно получишь эту посылочку и не забываем что добровольно обязательное условие это отснять свою реакцию при получении посылки и распечатки и показать всем остальным что же вы там получите две посылки у нас уже отправлены любомир борн твоя третья на очереди остальные друзья не отчаиваемся участвуем в розыгрыше оставляем ключевые слова в этом видео это слово у нас будет не глядя контейнер же купили не глядя давайте ключевое слово сделаем не глядя ну а мы засим с вами прощаемся пока пока дорогие друзья берегите себя своих близких будьте добрее друг другу картина вот не могу нормально заснять его чтобы он не обратил на это внимание как только видишь у него камера направлена все он сразу реагирует друзья а так вот он в этой позе в начальной в первых кадрах так вот висел уже наверное минут 20 голову вниз дивана весело висит и висит ну что бузька все попрощайся со всеми додовых выпусков как так вот так вот так мы прощаемся да